Здравствуйте, друзья! Меня зовут Демитков Юрий, и я являюсь финансовым консультантом швейцарской компании C-Safe Invest. Сейчас я вам расскажу, как открыть счет накопительного страхования в австрийской компании Grave. Счет открывается через дочернюю компанию, стопроцентную дочку компанию Grave – компания Medlife. Эта компания создана непосредственно для того, чтобы работать с не гражданами Австрии. Вся ответственность лежит на компании Grave полностью, и деньги отправляются непосредственно в Австрию. Итак, что для этого нужно? Ну, во-первых, нужно желание, а во-вторых, нужно сообщить компании все свои данные о том, что мы хотим открыть в их компании счет. Это делается следующим образом. Заполняется специальный бланк, так называемый антрак. Антрак в переводе с немецкого заявления. В антраке мы вписываем наше имя и наш паспорт, номер паспорта и все наши координаты. Значит, адрес, телефон, e-mail, по которым можно с нами связаться. Кроме того, мы пишем здесь, выбираем тариф накопительного страхования. Об этом я расскажу в другом видео. И сумму. Да, выбираем еще валюту доллара или евро. Программа, возможно, либо в долларах, либо евро. Далее мы пишем здесь необходима еще информация о бенефициарах. То есть, в случае, если что-то с нами случится, наследники. Кому выплачивать деньги? Либо мы, по умолчанию, естественно. После того, как мы заполнили вот эту бумажку. Да, здесь еще большой раздел, посвященный здоровью. Дело в том, что это как бы страхование. И, значит, здесь снизу будет моя подпись как консультанта и ваша подпись как лица, который открывает счет. Подпись должна быть оригинальная. Где взять этот бланк? У меня. Я его представлю. Вот. После того, как мы заполнили этот бланк, мы заполняем платежный документ. Вот он. Это так называемый ваучер. Здесь тоже самое стоит, должна стоять ваша личная подпись. Полностью сумма стоит, которую мы хотим перевести на наш личный накопительный счет. Собственно говоря, все. Вот с этими двумя документами идем в банк и отправляем деньги. Из любого банка, из нашего, российского банка. Вот, в частности, я отправлял деньги на свой личный накопительный счет. Это МДМ банк. У меня там открыт счет. Либо через Сбербанк. Это... У меня там нет открытого счета, но я отправлял без открытия счета через Сбербанк. Это возможно. Любой банк совершенно спокойно, не дрогнув, переводит деньги на ваш личный накопительный счет. Главное, чтобы написать назначение платежа Insurance Payment. То есть, это программа накопительного страхования. Все. В течение месяца вам придет письмо из банка вот с таким бланком шпаркассы. Это банк, в котором будет открыт счет. О том, что подтверждение, что деньги поступили в Австрию. Еще через некоторое время, один раз в месяц, компания рассматривает наше заявление, как правило, одобрение и присылается вот такой полис накопительного страхования. Все, программа страхования открыта, у вас есть свой личный накопительный счет в Австрии и один раз в год вам надо переводить деньги на реквизиты, которые будут указаны. Реквизиты уже будут другие, потому что у вас счет уже открыт. Собственно, все. Никаких денег платить мне лично не надо. Все деньги переводятся только в Австрию. Моя роль только заполнить, помочь вам заполнить эти бланки. Это моя работа. Собственно, все. Теперь, для чего это надо? Что дает эта программа? Эта программа дает вам открытый счет в Австрии, в надежном банке, в надежной валюте, в надежной компании. Эти деньги конфиденциальны. Если сейчас практически все банки обязаны сообщать данные по любому запросу правоохранительных органов, здесь этого не существует, потому что это деньги социальные, это деньги накопительной программы, и они защищены законом. Компания имеет право не предоставлять данные о своих клиентах. Это страховая компания, это не банк. Еще одно преимущество в том, что после того, как программа будет закончена, вы получаете деньги в полном объеме. Никаких налогов не платится. Почему? Опять же, по этой причине. Потому что это социальные деньги. Программа заключена на срок более 7 лет, и по международному законодательству, которое мы подписали, эти деньги не подлежат налогообложению. Еще одно преимущество этих денег, что они неделимы. То есть, не подлежат разделу. В случае развода, в случае каких-то других обстоятельств, эти деньги ваши и только ваши. И еще один момент, очень важный, в случае, если, значит, с вами что-то случилось, эти деньги достанутся только тем людям, которые вы вписали в качестве бенефициаров. Тем и только тем. Ну, кто этим пользуется? Ну, скажем, если у кого-то есть внебрачные дети, можно, значит, обеспечить таким образом их. Некоторые обеспечивают свою любовницу. Вот. А некоторые, ну, просто, чтобы себя обезопасить. И самое главное, конечно же, это, если у вас есть сбережения, и они достаточно большие, то наши правоохранительные органы всегда имеют на них виды. Здесь это исключено абсолютно, потому что никакие органы до них не доберутся. И никакой конфискации эти деньги не подлежат. Это дополнительное преимущество. Итак, друзья мои, если хотите, обращайтесь. Каким образом меня найти? Ну, прежде всего, вы можете написать в комментариях что-нибудь, и я вам вышлю свои координаты, как меня можно найти. Проще всего меня найти через Facebook. Там есть галочка такая, сообщение. Пошлете меня сообщение, мне сообщение своими контактами, и я выйду с вами на контакт. Это сообщение не будет видно никому в Facebook. Но потом мы свяжемся через Skype, или лично встретимся, и заполним все. Кроме того, в январе месяце организуется поездка непосредственно в компанию Граве в Австрию, город Грац, штаб-квартиру. И вы сможете сами посетить эту компанию, ознакомиться с ней, с ее надежностью. Вся информация будет предоставлена. Там будут переводчики, и там есть несколько сотрудников, которые говорят на русском языке. Не очень хорошо, но говорят. Очень хорошо, в принципе, очень хорошо говорят. Они иностранцы, но австрийцы. Но они очень хорошо говорят по-русски, с акцентом. Вот. И вы можете ознакомиться со всеми условиями, и можно сделать все непосредственно там. Но все равно делать это необходимо через независимого консультанта. Исключительно. И я планирую туда ехать в январе. Приглашаю вас также. Для того, чтобы это сделать, опять же, надо связаться со мной. И очень-очень быстро это сделать, потому что поездка организуется в январе. Там с визой надо проблему решить и все прочее. Для этого нужно время. Стоимость поездки будет приблизительно 1200 евро. Включая проживание. Итак, друзья мои. Я приглашаю вас открыть счет. В иностранном банке, в иностранной компании, в самой надежной. И свяжитесь просто со мной, и все будет хорошо. До встречи.